Более 600 ноября в четверг написали базовый ЕГЭ по математике. Это один из двух обязательных предметов, которые выпускники должны сдать для получения аттестата. Продолжительность испытания три часа. Кроме паспорта и гелевой ручки, пишущим разрешено иметь при себе линейку. Для успешной сдачи достаточно набрать три балла из пяти возможных. Результаты станут известны не позднее 15 июня. Настроение позитивное. Готовились два года. Волноваться особо нечего, если ты хорошо подготовлен. А я думаю, у меня все получится. Готовился я по полной программе. Просто все силы пущены на этот экзамен. Даже русский, литература не так. Я готовился как к математике, потому что у меня это слабое место. Сейчас уже поспокойнее, более уверенно себя чувствую. Уже не так боюсь вот этого вот перехода. Но в первый раз это было просто до трясучки. Все время, пока идет экзамен, за упасниками следят общественные наблюдатели и камеры, которые вещают в режиме онлайн. Контакт-центр Ростелекома, который обеспечивает наблюдение за единым госэкзаменом, находится в Челябинске. И тоже все время сдачи работает. Вопросов суда поступает достаточно много. С начала досрочного периода ЕГЭ контакт-центр принял тысячи звонков от общественных наблюдателей. Только за один день каждый оператор обрабатывает до сотни сообщений. Самый частый вопрос, безусловно, это не трансляция камер, что необходимо для наблюдателей, чтобы они видели корректную работу наших учеников. Соответственно, это самый главный вопрос. В большей мере, ну, вопросов других их, как правило, не поступает. Самое большое количество звонков поступает из Центральной России. Между тем, на Ямале зафиксирован первый случай нарушения на госэкзамене. У девятиклассника во время сдачи ГИА по английскому зазванив телефон. Школьника вывели из аудитории, а результаты тестирования аннулировали. Согласно порядку проведения аттестации, проносить с собой сотовые категорически нельзя. Их следует сдавать еще на входе, в пункт проведения экзамена. Обыскивать детей запрещает закон, а для верности всех учеников прогоняют через металлодетекторы. Но некоторым все же удается пронести устройство. Звонок в неподходящее время лишил ученика права в этом году на пересдачу. Добавлю, в ноябрьских случаях удаления с госаттестации пока не было. Учебные заведения ноябрьска на лето не закрылись. На их базе заработали пришкольные лагеря. Традиционно смена одна. Она длится с 1 по 31 июня. Лагеря принимают детей в будни с 8 утра до 4 вечера. Детей увлекают педагоги и вожатые из числа старшеклассников. Также в стоимость путевки входит трехразовое питание, работа медицинского персонала и развлекательная программа. На пришкольном лагере планируется проведение спартакиады, планируется проведение различных городских массовых мероприятий. Нам уже предоставили свои графики и культура, и физкультура, и спорт, и различные наши организации доп. образования, которые готовы принять ребят не только на городские мероприятия, но и на мастер-классы различные. Всего в городе 14 школ, но лагеря обустроили на базе 10. В остальных старшеклассники сдают ЕГЭ. Современная молодежь все чаще стала объединяться не по интересам, а скорее в интересах общества. Они борются с недобросовестными продавцами и воюют с теми, кто нарушает порядок на улицах. О результатах их общественной работы знает весь интернет. Выложенные видео набирают тысячи просмотров и, как следствие, сотни комментариев. Одни называют их тимуровцами, а другие провокаторами. Кто прав? Разбиралась Елена Жаркова. В этот раз мы разделимся. Кто-то пойдет на порошки, химия, всякая ерунда, а остальные кто-то на молочко, кто-то я пойду на мясо. Все это больше напоминает секретную операцию. Не жалея времени и сил, молодые люди идут на борьбу с недобросовестными продавцами. Настоящие бомбы заложены на стеллажах. В данном случае просроченные товары. Хочется спасти, можно говорить, жизни, потому что, сами знаете, если купить просроченный продукт, можно отравиться, попасть в больницу. А самое обидное, то, что есть детское питание просроченное, и продавцы не жалеют, им главное, деньги. В роли ревизора – старшеклассники и работающая молодежь. Вооружившись статьями из российского законодательства, они смело заходят в любой магазин. Продавцы сначала препятствуют, но народные контролеры, как показывает практика, все-таки находят свое. Я нашла просрочку детского пена для купания, которого уже срок годности истек год назад. И полгода назад истек срок годности пенка для вас. Сдутые банки, испорченные упаковки, ненадлежащее хранение товаров. В конечном счете усмиряют полторговцев. Итоги рейда фиксирует камера. Смонтированные ролики юные хранители порядка тут же выкладывают в интернет. Комментарии, ну, подвидим, каждый день просматриваю, делаю для себя заметки. Жители где-то хвалят, где-то критикуют, говорят, что мы не действуем по законам, называют это хулиганство. Рубин Гуд или они, да? Я считаю, что нет. Если с этого делается шоу, а с этого делается шоу, они снимают на видео, выкладывают в социальные сети, Ютуб. Это модно, это новое модное веяние, чтобы, может, борются так со своими комплексами, да, показывать себя со стороны. Ну, думаю, только за этим. Кажется, правоохранительная самодеятельность нынче новый молодежный тренд. По России подобных организаций десятки. Из федеральных они постепенно принимают локальный масштаб. Волонтеры против просроченных товаров, шумных пьяниц и курения в неположенных местах. Людям советской эпохи все это очень напоминает народные дружины тимуровцев, которые охраняли порядок и совершали для общества благие дела. Что это все значит, Тимур? А это значит, что из этого дома ушел человек в Красную Армию. И с этих пор этот дом под нашей охраной и защитой. Но охрана и защита нужна сегодня скорее самим активистам. Молодежь, которая наводит порядке, вызывает скорее гражданский гнев. Школьники из проекта «Здоровый ноябрьск» борцы с курением в общественных местах. На выложенных в сеть видео видно, как они просят потушить сигарету. Однако реакции никакой. В самом исчерпывающем споре аргументом нередко оказывается вода. Один выстрел из пульверизатора решает исход. Была разная реакция. Некоторые кидали за бичками. Кто-то прогонял нас, кто-то обзывал по-разному. Потому что мы не совершеннолетние, подходим к взрослым дядям, к которым нам в отцы годятся и говорим, чтобы потушили сигарету. Они думают какие-то делать нечего ребятам. Но законна ли такая самодеятельность? Юристы отмечают, подобные рейды не запрещены, если они касаются защиты прав человека. Правда, активисты должны помнить, они не правоохранительные органы. Их функция только разъяснить. При этом самостоятельно каких-либо действий по предотвращению он может принимать в минимальном размере, то есть не переходя рамки дозволенного. И приглашаются участковые, если это, допустим, курение в общественных местах. Нам бы хотелось просто снять эту конфликтность, которую мы сегодня наблюдаем. Может быть, этот напор – эмоциональное давление. Потому что всегда есть у этого оборотная сторона. То есть если у нас будет открытый публичный конфликт, и, не дай бог, он проявится, то мы можем получить такие ситуации, как уже упоминавшаяся ранее ситуация с ревизором в Салехарде. Администрации давно знают об активистах и уже пытались наладить с ними диалог. Но предложение о сотрудничестве так и осталось без ответа. А тем временем нередко провокационные ролики современных тимуровцев набирают все новые лайки в сети. Елена Жаркова, Сергей Павлов, Александр Паханов, Александр Иванов. Ноябрь с 24. Подать объявление в бегущей строке или доске объявлений наши зрители теперь могут, не выходя из дома. Для этого можно воспользоваться интернет-порталом телебегун.ру. На сайте будет необходимо выбрать регион, город, а после указать канал, где вы хотите разместить объявление. И заполнить несколько обязательных полей. Например, фамилию, контактный телефон, адрес электронной почты. Ресурс предложит выбрать формат объявления, период и каналы трансляции. Подать объявление можно из любой точки страны. Его увидит аудитория выбранной платформы. Стоимость телебегун рассчитывает автоматически. Вы можете подать объявление о поиске персонала, о покупке или продаже личного имущества, объявление поздравления и другую информацию социального характера. Сервис телебегун.ру – это уникальная услуга для нашего города. Тем не менее, двери офиса рекламного агентства «Город» всегда открыты для наших клиентов. И на этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго. Салон-магазин «Мужской клуб». От аксессуаров до верхней одежды. Трикотаж, джинсы, рубашки, пиджаки, костюмы, галстюки и многое другое. От 44 до 74 размера. От стиля кэжуал до классики. Зивер, Аджи Босс, Готой, Климбер, Три Богатыря. Качество, проверенное временем. Салон-магазин «Мужской клуб». Мужской стиль. Мужской характер. Улица Республики, 41. Салон-магазин «Мужской клуб».